Всем привет дорогие друзья, это новый выпуск по Клаша Ялю, сегодня продемонстрируем колоду универсальную, которая подойдет для любых игроков, не в зависимости хорошо он играет или плохо, и также для любой арены, для 10, для 11, для всех искателей, даже на мастер 1, выше конечно не потянет, но до мастера первого с ней можно дойти. Но прежде чем перейдем к колоде, ребят, я хочу попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, потому что я веду постоянную рубрику по составлению и обзору колод, которые вы пишете в комментариях, и продолжайте писать, те комменты, которые лайкают, выбиваются в топ, я с помощью этих комментариев и записываю видео, поэтому ребят, оцените лайком, потому что каждый день для вас составляют колоды разные, с разными связками, разные адлайн атаки и на разных аренах. И сегодня, к вашему вниманию, ребята, колода с коргигом. Надеюсь, вы не будете меня хайтерить за то, что я взял, ну, зашкварную карту, не знаю, как вы отнесетесь, я больше считаю зашкваром элиток, но коргиг вполне себе играбельная карта, но, как вы видели, я стараюсь обходить стороной эту карту, и я редко записываю колоду с ней. Но сейчас реально колода стоит свое внимание, она подойдет для тех игроков, у которых реально бомбит, там, от големов, от лав, там, от хогов, эта дека будет контрить их нереально, здесь дефа очень много, здесь три спыла и очень жирный танк, который, ну, долго дамажит, поэтому скилла тут особо не надо иметь. Поэтому эта дека, я и говорю, что универсальна и подойдет для многих игроков, но, если она все равно вам не подойдет, то пишите обзор, какой колоды вы хотите видеть в следующих выпусках, ну, и обязательно оцените лайком и подпишитесь на канал. Как только 5000 лайков такой ролик набирает, я сразу же новую серию записываю. Ну что, ребят, поехали продемонстрирую эту колоду в онлайн-атаках. А, ну да, кстати, если у вас не получается дойти к той или иной арене, вы можете обращаться в нас в сервис бустов, ссылку на цены, оставлю в описании, качественно, быстро, недорого. Так, наш противник ставит сборщик, окей, мы сразу же идем в атаку, коргик и готовим, допустим, зап, допустим, зап, хорошо, зап. Так, что дальше противник выбросит? Еще раз через зеркало, ну, тут бревно полетит, ну, можно было, конечно, бы лучниц кинуть, но не стану я этого делать, потому что, ну, хватит и бревна. Два эликсира все-таки дешевле, да, чем лучницы стоят, поэтому лучниц тратить не буду. Приготовлю фаербол и сейчас будет снова сборщик, нам нужно, в принципе, крутиться до коргиганта. Так, летучие мыши на нас летят, окей, давайте здесь, вау, вау, вау. А, и, кстати, да, эта дека будет контрить элитных варваров очень легко. Смотрите, здесь выбрасываем фаер, выбрасываем фаер за контрри элитных варваров. Он, конечно, их как-то кинул очень странно, сплит элитных варваров, я такое вижу редко, блин. Как можно делать сплит элитных варваров, это, конечно, смешно. Так, он ставит сборщик на правую сторону, блин, а я фаер потратил, поэтому мы идем в атаку. Если вы не заметили, противник играет через зеркало. Смотрите, первая армия скелетов и сейчас будет вторая, вот вторая армия скелетов. Но у меня нет эликсира и как-то долго все выбрасывается. Я играю через нокс, немножко, ребят, подлагивает, поэтому, блин, не успел я сделать это одновременно, чтобы, ну, и зап, и сразу же следом было бревно на новую армию скелетов. Но все-таки, все-таки мы наносим потихоньку урон и снова бегут на нас элитные варвары. Ну, давайте сделаем, опа, здесь у нас лучницы. Так, хорошо, и здесь у нас варвары. Ставим атак варваров и сагрили и тех, и одного варвара, и другого. И, в принципе, законтрили. Ну, очень достаточно странный игрок, мне кажется, он играет через голема. А может, тоже через кургига, я не знаю. Но элитных я точно не взял, потому что это был бы, ну, это бы реально было крайне зашкварно, поэтому элитных варваров я никогда не возьмусь в обзор, потому что вы сразу засрете мне в комментах, да, я тоже отношусь негативно к этой карте. Вот зеркало через, ой, сборщик через зеркало, сейчас будет армия скелетов, уже читаемый персонаж, здесь зап. Блин, да что так, видели? Я выбросил зап, а он... А, офигеть, это у меня завис интернет. Очень хорошо, ребят, я не знаю, как продолжать теперь бой, потому что, скорее всего, я проиграю из-за того, что завис интернет, блин. Я бы забрал вышку из ап, я использовал вовремя. И, блин, я не знаю, что у него за колода там, но... Игра у меня зависла, ребят, это, конечно, печаль. Но я надеюсь, что вы отнесете этот бой к разряду победы, потому что, ну, что он мне мог бы сделать, когда я уже снес его вышку? Ну да, на двойном эликсире мог бы заспамить, но... Минус 29 кубков, ребят. Разлагал у меня интернет, как это вовремя. Очень, конечно, печально. У него даже не было танка, он играл дровосек, зеркало, колдун. Господи, какой убогий... Ой, ладно, не буду оскорблять. В общем, я думаю, что вы не будете сейчас бомбить, что я проиграл. Я проиграл, честно. Блин, ну ладно, что тут говорить? Вы сами все видели, завис интернет. Хотя весь бой я играл нормально. Окей. Следующая атака. У нас сразу есть коргик, но я не советую вам спешить и выбрасывать его. Нужно подождать какое-то действие от противника. Это у нас ледяной дух. Ага. Окей, здесь, смотрите, мы выбрасываем миньонов. И сейчас идем в контратаку. Ставим коргиган. Значит, против нас играет Хог. Скорее всего, быстрая колода будет, быстрый цикл. Но я думаю, что мы сможем все равно крутиться. Ух ты, с ночной ведьмой. Но я редко встречаю, конечно, с ночной ведьмой в связке с Хогом. Но я думаю, что, смотрите, здесь варвара выбрасываем и полностью все контрим. И ведьмы, и громоверса, и даже если бы он еще что-нибудь подкинул. Так, хорошо. Ребята, у меня немножко уже пригорает, потому что я перестал комментировать момент, когда завис интернет. Я уже думал, что опять нужно перезаписывать видео, потому что это уже не первый дубль. У меня постоянно он зависает. И я сейчас играю, чтобы вы понимали, через Нокс. И это лагает не интернет, я вас уверяю, интернет работает. Это лагает Нокс. И, блин, меня это, конечно, все это раздражает. Я уже не знаю, какой раз я пытаюсь записать это видео. Надеюсь, вы, ребята, оцените лайком. Потому что я очень стараюсь. Я уже где-то часа два пытаюсь сделать эти три онлайн-атаки. Серьезно, у меня постоянно зависает интернет. Ну, вы сами видите. Я не вырежу эти моменты, чтобы вы это сами увидели. Чтобы вы не думали, что я отмазываюсь, что я там проигрываю из-за того, что где-то затупил. Нет. Я проигрываю только из-за того, что интернет зависает. Так, окей, здесь варвары. Конечно, у меня прокачка еще. Я только сейчас заметил. Двенадцатые команды. Сильные, однозначно сильные. И я бы сидел выше с такой прокачкой. Это не мой аккаунт, ребята. Чтобы вы не бомбили, что, блин, с такой прокачкой можно выше сидеть. Да, можно. И однозначно я бы сидел выше. Просто нужно бустить этот аккаунт. А бустить заказали только до 4К. Так, здесь фаер. И здесь коргик. Отлично. Так, 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 так. Что мы сейчас будем... О, он потратил фаерболл. Соответственно, мы сейчас сможем налегке задефать его хога. Вау, мегарыцарь. Окей, мы здесь ставим адскую башню. Надеюсь, мегарыцарь сагрится на нее. И здесь выбрасываем варваров. Выбрасываем варваров. Так, зап еще. Хорошо. И смотрите, как легко варвары дефают. И мегарыцаря. Игрома версия задефали. Отлично. Давайте здесь бревно. Бросаем бревно. И бросаем сейчас коргига. Так, все, что он может выбросить, это мегарыцаря. Но он уже не успеет. Блин, отлично. Я уже думал, что я этот бой проиграю. Ребят, честно. Устал. Надеюсь, больше не будет лагать интернет. Это, получается, первая онлайн-атака. Нормальная. Получилась полностью. Без всяких... Не, ну немножко пролагал инет. Но все-таки. Если вы хотите, чтобы я продемонстрировал эту деку. Ну, возможно, вы будете говорить, что прокачка, конечно, блин, для таких кубков очень сильная. Я с вами согласен. Полностью спорить даже не буду. Вот. Но если вы хотите, чтобы я продемонстрировал эту прокачку, допустим, на 4.300+, то напишите в комментах и поставьте лайк. Если захотите, повторно обзор этой колоды только на высоких кубках. Ну, 4.300, 4.400, если вам такая планка достаточно, то, естественно, я запишу. Так, смотрите, как мы делаем. Мы сейчас отвлекаем палача Корги Гом, а здесь выбрасываем миньонов. Если бы я сейчас пошел с правой стороны оттачить, то я бы не задефал это все. У него мало того, что, ребята, стрелы... Ой, точнее, мало того, что у него палач, то есть, ну, контрит миньонов, так у него еще и стрелы. Это для нас контра, серьезно. Это для нас контр-колода, но даже контр-колоду мы сможем выиграть, потому что у нас инферно, и варвары, и лучницы, и миньоны. У нас очень хорошая связка. Единственный минус этой колоды, это то, что, ну, прокручивать колоду очень сложно. Вот сейчас как мне выбрасывать варваров? Придется вот так, за вышкой. Если у него есть фаер... А, мы их сплитнули, отлично. Так, громовержец. Ну что, вау, пека. Ну, давайте здесь поставим инферно. Здесь лучниц выбросим, чтобы громовержец не сбил каст инферно. Отлично. Все, мы задефались, и теперь предлагаю... Ну, оттачить, конечно, еще рано. Если он сейчас задефает, смотрите, корги га... О, отлично, сейчас можно прооттачить. Просто, если бы он выбросил дровосека, и следом бы мог выбросить шарик. Так, тут у нас зап. А, ну, кстати, ребят, у моего противника тоже 12-й комнатки, поэтому не надо сейчас бомбить на прокачку. Ну, просто я думаю, что вы будете бомбить на нее. У противников также 12-й комнатки, и также прокачка, как у меня. Поэтому мы наравне. Здровосека пропустил? Нет, не пропустил, отлично. Варварами? Варварами очень легко дефать. Но урона все равно я получил больше, чем нанес слева. Ой, справа, я извиняюсь. Справа нанес я урона меньше, чем он мне слева. Ну, я еще раз повторюсь, у него просто немножко контр-дека мне. Так, давайте орду миньонов. Сплит лучниц. Посмотрим, с какой стороны он будет оттачить. Стрелы, ага, хорошо. Надо было не сплит лучниц сделать. Он, наверное, пеку ждет. Нет. Он выбросил палача, окей. Да, вот он пека. Давайте выбрасывать бревно, чтобы потихоньку наносить урон по зданию его. Хорошо, тут мы ставим адскую башню. Так, хорошо. Здесь мы выбросим варваров. Блин, ну да, колода дорогая. Ну, она 4 и 0 эликсира стоит, но все равно прокручивать очень сложно. Так, тут у нас зап, хорошо. Блин, под рейджем пух. Чуть не забрали они вышку с палачом. Так, хорошо. Сейчас будет, наверное, пека. А может, и у него нет эликсира. Да, вот он пека. Давайте орду миньонов. Пару тычек гигант сделает. И нам остается совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть нам остается. Хорошо. Давайте контрить это все дело. Тут лучницы, надеюсь, сагрится. Пух, блин, я так испугался, когда палач почти сагрился на вышку, а потом как-то перешел на лучниц. Вообще отлично. Так, фаербол подбрасываем. Ну и что? И выбросить корги ганом осталось один раз. И все, и это победа. Так, надеюсь. Надеюсь, я успею. Зап. Быстрее зап. Забивай. Отлично. Фух. Немножко я инферно криво поставил. Если бы я поставил правильно инферно, то шарик бы сагрился на нее. То есть, ну это моя ошибка. Так, ну и так как у нас всего лишь две получились атаки нормальных, и одна, один бой у меня завис, я предлагаю еще одну атаку провести. Заодно зайдем на 11-ю арену. Поехали в бой. Нет, пожалуйста. Нет, нет. Ну не надо. Не зависай. Ну пожалуйста. Ну что такое? Ну. Ну что за бред? Ну как можно записывать видео с такими лагами? Это просто жесть. В общем, ребят, на этом я буду завершать выпуск. Я ненавижу играть через эмуляторы. Я привык больше играть через телефон, через планшет. Из-за этого у меня не получается нормально записать видео. Я уже где-то часа 2-3 пытаюсь сделать этот ролик. Это три онлайн атаки. Но у меня то интернет зависнет, то я затуплю, то еще что-то. В общем, надеюсь, вам колода подойдет. Я посыл деки вам, надеюсь, передал. И надеюсь, что у вас получится с ней играть. Оставляйте ваши комментарии, какие еще хотите колоды. На этом я буду прощаться. Желаю вам удачи, ребят. Хорошего настроения, везения. И до новых встреч. Всем, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok